Это когда у человека человек просто выпивает для того, чтобы иметь хорошее настроение. Но это влияние злых духов. Есть веселяющие духи, которые у человека забирают волю получить себе хорошее настроение и дают ему взамен хорошее настроение. Когда у человека воли нет, наступает плохой период, им надо побеждать судьбу, а он что делает? И чем ниже энергетика, тем больше он пьет, потому что он не знает другого способа повышать настроение. Настроение это энергетика человека, поэтому я говорю, радостный человек означает победитель. У него энергетика сильная, поэтому надо стремиться быть радостным. А радость дает природа, вот и беги. Сколько ты рекламы пробежки завтра? А завтра у нас будет два в одном, вы знаете? Вы пробежите, и еще потом вечером ретрит. Это будет пробивной день такой, мощный. А бегать в зале можно? Бегать в зале? В зале мы будем желать всем счастья. Бегать будем на улице? С противным в зале? С противным в зале? Можно и с противным в зале бегать. Вот. С противным или... В общем, можно в противном в зале бегать. А можно бегать на радостной природе. Конечно, можно, если минус 30 на улице, то уже ничего. Вот в Сибири, допустим, я когда был там, я приехал в минус 40 в одном городе. А пробежка? Ну, мы бегали в зале. А что делать? Я в минус 23 пробежал. Три раза в жизни я пробежал в минус 23. Четвертого раза? Не знаю. Ну, там реально я вот это, в этой повязке такой, там, глаза все вынии. Ну, то есть, тоже прикольно. Когда ты тренированный. Тренированный можно. Я тренированный человек. Но я когда в машину садился, у меня все тело сковано было такое. Потом я расковался, конечно, в ванной горячей. Прикольно. Вот. Но вы, наверное, не выйдет кто-то из вас. Тогда, конечно, в спортзале. А если вот сейчас, как сейчас погода. Ну, зачем в спортзале? Надо на улице. Сейчас хорошая погода, можно бегать. Ну, что значит крылья исчезают в полночь? Это гной. Он пошел в запой. И дальше что произойдет? Тяжелый период заканчивается, а он из запоя уже не выйдет. Он может чуть-чуть очухаться, а потом опять, чуть хуже судьба, его опять покосило. И все, человек становится пьяницей. Понимаете, это страшно. Потому что пьяница, это вид самоубийства. Это не то, что там просто вот такой образ жизни. Это самоубийство. Человек деформирует свое психическое тело для животного существования. Вот что происходит, когда человек спивается. Он не хочет человеческого образа жизни. Он не хочет. Человеческое тело означает всегда стремиться к победе. Означает развиваться. Означает служение Богу. Думать о святости. Вот для чего человеческое рождение. Не для того, чтобы квартирку, машинку, там, накопить денежки, поехать в Италию. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы постичь Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok